и я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1966 года воплощенный на земле 1 2 3 отлично снимаются все маски и голограммы 1 2 3 фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду Наталья выходит из биоробота становится рядом если в ее биороботе находятся еще чужие голограммы копии они сейчас выходят и становятся рядом силами его намерения 1 2 3 да будет так атаки есть ощущение что она стоит на коленях и они руки связаны давай сейчас попробуем выстроить каналы от нее к ответственным если таковы есть вне ее биоробота насчет 3 1 2 3 к чему она подключена выстраивается от нее канал если находится вне биополя вокруг биоробота 1 2 3 я бы сказала что это какие-то темные космические цивилизации что у нас там что ты видишь я вижу сверху просто канал темная дыра канал видишь нет хорошо и защищай биоробот насчет 3 1 2 3 и и бери Наталью в защитный скафандр на период работы вместе с Натальей поднимайся в комнату диагностики на счет 3 1 2 3 пошел подъем здесь отлично Наталья мы приветствуем Наталью готовили Наталья к диагностике доверить для нам свое биополе на период сеанса но она плачет и кивает и от нее какое-то как синее облако рядом и это синее облако силами его намерения притягивается в клетку тюрьмы становится заложником насчет 3 1 2 3 да будет так атаки есть они как-то связаны между собой да синее облако это ее что-то его ни в коем случае нельзя хорошо возвращаем назад синее облако 1 2 3 становится рядом хорошо и давай тогда сканировать Наталью Наталья стоит в сканере я даю команду сканеру сканировать все пространство 1 2 3 пошел сканер у меня 2 канала отлично хорошо кто в клетке снимаются все маски и голограммы демон у нас в одном а в другом у нас гуманоид какой-то и от него идет влияние сильное отлично гуманоид я сейчас уничтожу если ты не прекратишь свое влияние этим лазером на моей руке тебе непонятно мне этому непонятно хорошо и удар по его руке лазером 1 2 3 удар он как в какой-то защите густой отлично и прожигая лазером его защиту 1 2 3 удар но ты его достал защита укрепляет ее да направляя на него щит семи архангелов мощнейшим потоком света сжигая его защиту 1 2 3 удар сила любви отца а вот это он боится значит типично черный и усиливаем свет пока на пол не ляжет мне насчет молить о пощаде открывая над ним пространство и свет любви абсолюта входит в его клетку где он сидит да будет так пошел свет он сейчас сел закрылся голову как спрятал когда будет готов к сотрудничеству пусть даст знать готова хорошо убирая свет на счет 3 1 2 3 убирая печать семи архангелов 1 2 3 так замер в клетке будешь отвечать только тогда когда тебя спросит любое воздействие заканчивается для тебя фатально ты тебе понятно гуманоид любая попытка воздействия в этой комнате для тебя заканчивается фатально все понятно условия понятно хорошо переходим к демону кто такой считает цифры над головой 20 герц так демон я не понял что ты делаешь в этом теле знаешь куда ты попал он говорит что я смотрю чем кончится кончится тем что я сейчас обломаю рога очень прямо сейчас я всем объявлял о условиях работы первый раз я отпускаю второй раз я наказываю и отбиваю ему один рог ударом один два три удар он говорит что это моя работа ну вот и моя работа это делать и еще один неправильный ответ я тебя сожгу здесь кто тебя послал демон я тебя предупреждаю если ты не будешь кооперировать у меня времени нет на тебя я сделаю то с тобой что я сделал с вильзевулом никто его не послал ты чего пришел в это тело я уже сказала наблюдаю это моя работа отлично отбивая второй рог неправильный ответ уменьшая демона в два раза силы моего намерения да будет так что ты там про работу рассказывал рассказывай повтори человек прочитал намерение прочитал манифест объявил о своих свободах а ты паразит считая что над тобой стоят все вот эти законы мироздания ты можешь прийти потому что ты хочешь наблюдать так я тебе объясню что это не так демон удар 50 тысяч герц он не хочет с тобой общаться он не хочет со мной общаться еще раз 50 тысяч герц удар следующий будет 100 тысяч демон ты здесь не для того чтобы хотеть что-то а выполнять что-то ты обнаружен ты обнаружен и как каждый паразит который я повторно обнаружил получает наказание еще раз спрашиваю хорошо не хочет разговаривать достаю свой демонический пистолет один два три достаю свою антидемоническую пулю вставляю ее в револьвер он говорит что ты заходишь на чужую территорию на чью территорию объясни мне у тебя контракт с ней есть у меня есть полномочия здесь находиться у тебя их нет итак на какую территорию я захожу ты хочешь чтобы у тебя рога остались обломаны и одна шкура так я тебе сейчас это устрою демоняка так Вера если он не будет отвечать то я открываю сейчас галактическое ядро и на этом заканчивается это вся веселая история он говорит что я говорю но ты не слышишь я делаю свою работу я пришел за душой и наблюдаю на каком основании ты пришел за этой душой есть у тебя контракт с этой душой пока нет значит ты находишься здесь нелегально демон я не вижу здесь желания с твоей стороны коммуницировать я буду сейчас переходить к более серьезным действиям ты видел что я сейчас сделал с гуманоидом ты не представляешь что я с тобой сейчас сделаю это еще намного легче итак я слушаю тебя без роги на каком основании ты пришел в это тело у тебя есть контракт с ним и от этого демона сейчас выстраивается канал к ответственным кто его послал 1 2 3 и если ответственность существует он притягивается в клетку тюрьмы и становится заложником 1 2 3 я тебе скажу что ты миллиметр от галактического ядра стоишь сейчас миллиметр работник хренов кто у нас там вера ответственность за демона привязанный к этому биополю сила моего намерения притягивается по каналу в клетку тюрьмы и становится ее заложниками 1 2 3 да будет так а так и есть мужчина отлично так демон вот ты и попался мне ты больше не нужен наркотики кто такой представься к нему нет канала это как знаешь это демон картинку показывает сын да итак демон если ты мне сейчас всю историю не расскажешь мне она просто перестает с этом через две минуты интересовать и ты уйдешь со своей истории в галактическое ядро я тебе сейчас покажу открывается рядом портал в галактическое ядро на счет 3 1 2 3 и демон видит его прекрасно перед собой закрываю портал 1 2 3 итак я слушаю он сидит вы и сын и Но приходит ее, так сказать, проведать и смотреть, что происходит. Ну, демон, ты реально перешел все границы. Ты реально просто перешел все границы. Он наблюдает за этим гуманоидом. Он наблюдает. Кто он? Он же демон. За гуманоидом наблюдает? За ситуацией. Он приходит ее проведать и наблюдает за ситуацией. Так, демон, я вижу, ты больше паразит оказался, чем я надеялся. Толку от тебя нет. Ты не лучший бесярый, без обыкновенного восьмигерцового. Ты такой же подлый, еще и лжец. Я вижу, тебе абсолютно безразлично твое существование и твоя жизнь. Ну что ж, значит, тогда... Где я тебя обманул? Ты меня обманул в том, что ты не имел права заходить в ее биополе. Не имел. Ты сидишь в другом человеке. Какое ты имел право приходить в ее биополе? На основании чего? Какого контракта? Он говорит, что я не сижу в ней. Проверяю и ухожу. Откуда я тебя вытащил сейчас? Неудачно зашел. Не, ну ты меня сейчас обманываешь. 50 тысяч герц удар. Я редко видел таких тупых демонов, как ты. С тобой невозможно разговаривать. Невозможно. А я не хочу с тобой разговаривать, демон. Ты здесь не должен находиться. Я разговариваю первый раз. Второй раз я перехожу к действиям. Со мной действительно невозможно разговаривать, когда ты зашел без разрешения, без контракта, против воли человека, прочитавшего манифест, где стоит любой интерферент, будет отправлен в галактическое ядро. Вот что мне тебя, что мне останавливать, тебя сейчас отправят в галактическое ядро? Скажи мне. Что? Закон о мироздании. Да? А ты их знаешь? Давай поговорим о законах мироздания. Сколько их? Демон. Где стоит в законе мироздания, что я обязан второй раз отпускать демона, который вошел против воли человека, против его права распоряжаться собственными энергиями, против его права распоряжаться собственной жизнью? Я говорю про закон сохранения жизни. Закон сохранения жизни. Хорошо. Давай тогда с тобой поговорим о остальных 23 законах. Ты их знаешь? Я знаю только 9. 9. А я тебе скажу, что их 24. Первый закон – это закон свободы воли. Думаю, что их больше. Вот я тебе сейчас объясню, какие законы. Закон свободы воли, который ты нарушил. Второй закон – за это закон свободы выбора, который ты нарушил. Третий закон – закон милосердия, который тебе неизвестен. Есть четвертый закон – закон трансформации. Пятый закон иерархичности. Закон суверенности личности – это шестой. Седьмой – это закон подобия. Восьмой закон – зеркало. Девятый закон кармы. Десятый закон реинкарнации. Хватит, мне неинтересно. Мне интересно, так нету такого закона, о котором ты говорил. Есть семнадцатый закон, который говорит – не навреди. Ты о нем? Может, о законе равновесия, о законе восхождения, открытости, благости, благодати, сферичности, цикличности или дуальности говоришь? Так ты мне скажи, о каком законе мироздания ты сейчас говоришь? Мы говорим на разных языках. Я говорю с тобой на одном и том же языке, что и ты говоришь. Я же тебя понимаю. Но ты сейчас тупишь. Ты пытаешься из меня делать идиота. Я это очень не люблю. Я знаю эти законы, я их выучил. Какой конкретно закон я нарушаю? Я тебя еще раз спрашиваю. Сохранение жизни. Я уже сказала. А ты сохраняешь? Мне убивать без надобности. А ты, Сахар, а я почему надобно? Вот именно без надобности. Но это же надобность. Человек, заявивший о своих правах, он сказал, что это мне надо. Ты нарушаешь. Объясни мне, что здесь неправильного? Я не убиваю. А что ты делаешь? Наблюдаю. Хорошо, что ты установил в ее биополе, наблюдатель хренов? Ох ты, сейчас ты меня достанешь. Я тебя реально здесь сожгу еще. Ничего не установил. Хорошо, если что-то, сканируем сейчас в биополе. Если что-то на частоте демона есть, оно проявляется вероручным скенером. Один, два, три. Сканируем. Все. Если что-то находится на частоте демона, загорается ярко-красная лампочка. В местах интерференции и над демоном. Пошел скен. Есть частицы его энергии. Обманул. Но ничего, не надето на нее. И силами вы намеряете частицы его энергии выходят из биополя. Наталья, один, два, три. Начинает накручиваться в шарик. Все. До последней ниточки, до последнего микрона. Энергетики демона выходят из ее биополя. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Улетает в галактическое ядро. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. И подхожу сейчас. Так, что установлено со стороны гуманоида в биополе? Наталья. У нас связаны руки у нее. Хорошо, общаемся с гуманоидом. Демон замер в клетке. Вера, он уменьшился два раза? Демон? Да. Да. Хорошо. Могу еще уменьшить два раза. Только лупу надо будет доставать, чтобы найти его там где-то на полу. Итак, гуманоид, я тебя слушаю. Кто ты, откуда ты и почему ты здесь? Если он не будет отвечать, дай мне, пожалуйста, знать. Я начинаю на него воздействовать. Сразу. Как сказать, говорит или информацию дает, что они ее поймали. Кто они? Итак, с какой ты цивилизацией, гуманоид? Не рекомендую меня злить. Сириус. Сириус опять. Так, кто ты, Сириуса? Ты ловишь душ? Да. А где твой корабль? Есть корабль. Хорошо. И силой моего намерения я притягиваю корабль к нашей комнате диагностики. Один, два, три. Всегда будет так. А так и есть. Так. И почему ты к ней подсоединился? Он на нее сетку накинул. Отлично. Сила моего намерения. Все, что находится сейчас на частоте гуманоида. Один, два, три. Начинает отторгаться биополем Натали. Все выходит, зависает в клубок. Наматывается прямо перед ней. До последнего микрона. Любой яд. Любая сетка. Любой установленный артефакт. Все вылазит. До последнего микрона. Наталья подсвечивает изнутри. Отторгает свою собственную энергию. Любые чужеродные микроны энергии. Ну, у нее она накрыта была какой-то сеткой синий. Да. И... Или это сетка? Сетка вышла сейчас. И вот руки у нее... И надо разрезать их. И я подхожу. Разрезаю ей энергетическим ножом эти... Все, с чем связаны. Веревка. И связанная веревка энергетического разреза. Энергетическим ножом. Один, два, три. Влад, сделай. Это все эти... Все выходит из ее биополя. Руки освобождаются. Все освобождается. Но у нее сейчас цвет меняется. У нее все тонкие тела были под вот этой сеткой. И они энергии такие, как цветок необычные. Они сейчас свой цвет показывают. Отлично. И вот это синее, что было, это синее тонкое тело. Вот так вот. И сила моего намерения, это синее тело входит в ее биополе. Значит, три, один, два, три. Готово. Отлично. Хорошо. Вышло все из ее организма, Вера? Вышло, да. У нее цвета яркие стали. А что вышло? Все это висит. Что вышло? Ну, сетка снялась. Отлично. Открывается портал. Потом вот это с рук, что мы срезали, из нее вот этот свет вышел какой-то. Все вышло до последнего микрона. Все на синий какой-то, да. Отлично. Хорошо. И сейчас рассинхронизуем ее от этой энергетики гуманоиды. Если таковая синхронизация производилась. Один, два, три. Пошла рассинхронизация. Остается только энергетика на талии. Чужая энергетика уходит назад, откуда пришла? Ну, сейчас такое ощущение, что какие-то тонкие невидимые нити рвутся между Натальей и вот этими, сеткой и все, что там есть. Усиливаем процесс в 50 раз до последней нити. Все разрывается. Готово. Еще что-то есть? Что-то как под ногами у нее еще. Отлично. И ответственность за эту подключку под ногами. Над ним загорается ярко красная лампочка. Один, два, три. Кто это? Это гуманоид. Отлично. И сила моего намерения. Это темная воронка выходит из-под Натальи. Один, два, три. И воронка, а она как подставка под ногами. И подставка выходит из-под ног. Один, два, три. Пересоединяется к этой массе, которая сейчас зависает. А это какой-то как магнит, который ее держал, что ли? Великолепно. Вышел? Да. Отлично. И устанавливается подсадка на гуманоида. Один, два, три. Одевается все подключки. Связываются руки. Одевается сверху. Это шаль, которую надел на нее. Один, два, три. Накидка. Готово. Отлично. Включая на полную мощность, даю откат всех негативных эмоций и вибраций, которые Наталья получила с момента подключки. Один, два, три. Пошел откат в течение одной минуты. Упал. Стоп, останавливаем. Отлично. Хорошо. И посмотри, пожалуйста, сколько энергии сейчас у Натальи и какая частота вибраций? 68 у нее. И сколько? 11. О, демоняка. Опустил. Ой, демон. Демон, 50 тысяч герц удар. Хорошо. Поехали дальше. И на счет три в макушку головы Наталья начинает поступать. 7,25 герц. Пошел подъем. Наполняем, усилим, вытесняем энергией все патогенные энергии, вибрации, которые только были в биополе, Наталья. Все выходит. Все сжигается. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. И я подхожу к Наталье, кладу руки на плечи и мощнейшим ударом своей энергии. 100 тысяч герц сжигая все каналы. Один, два, три. Удар. Готово. Отлично. Хорошо. Так. И я сейчас приглашаю в нашу комнату Ли. Ли, прошу, придите к нам. В комнату. Приглашаю вас. Но она не в комнате, она за комнатой. Хорошо. Она в открытом космосе. Ли, у нас такая ситуация. Мы опять словили ловца душ из Сириуса. Это ваш клиент. Да, мы заберем. Отлично. Открывается на счет три. Сейчас против часовой стрелки. Портал в открытый космос. Раз, один, два, три. Она ставит координаты. Хорошо. Сейчас портал открылся. Хорошо. И в этот портал отправляется гуманоид. Значит, три. Один, два, три. Пошел. Со всем, что она ставила? Она его как робот какие-то забирает. И Ли тоже здесь. Она говорит, фу, какая грязь на нем. Да, это он все оставил на клиентке. И мы это все ему назад вернули вместе с его энергетикой, Ли. Он будет наказан. Благодарю вас, Ли. Благодарю вас за примите энергию благодарности, за вашу помощь. Я благодарю вас за сотрудничество. Благодарю ему вас. Мы прощаемся, Ли, закрывая портал. Один, два, три. Готово. И подходим к демону. Ты хотел посмотреть, что с гуманоидом будет? Увидел? Увидел. И? Понравилось. Хорошо. Итак, что будем с тобой делать? Говори. Я слушаю твои предложения. Мне не надо как-то решить вопрос с тобой сегодня. Меня не устраивает твой беспредел, которым ты занимаешься, меня не устраивает на то, что ты просто приходишь так к человеку без контракта. Мне легче тебя просто сжечь, оставить кучку пепла. Я знаю, что ты больше не придешь. Или ты сейчас выйдешь с каким-то предложением и скажешь, что ты больше никогда в это тело даже по принуждению не войдешь. Если я этого не услышу, у меня от тебя толку нет. Итак, я слушаю. По нее не войду. Никогда добавь. Никогда. Хорошо. Возвращаю демону его рост. Один, два, три. И силой моего намерения вырастают те же рога, которые были. Один, два, три. Готово. Доволен? Кивает. Хорошо. Мы поняли друг друга, демон? Поняли. Хорошо. Открывается внизу портал на частоте демона. Один, два, три. И демон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Один, два, три. Отлично. Отлично. Хорошо. Будем возвращать Наталью. Готова? Да. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Натали в систему. Биоробот душа. Заводим. Подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнате диагностики. Я здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова